друзья всем привет здравствуйте добро пожаловать на мой канал напомню что меня зовут ира и очень рада что вы заглянули ко мне в гости чтобы открыли это видео сегодня я продолжаю делиться с вами своими впечатлениями своими эмоциями от ароматов от парфюмов которые мне прислала любезно прислала моя подписчица марина я не устаю благодарить ее за это это очень приятно столько вкусняшек столько прекрасных ароматов огромное спасибо это прям безумно приятно и так друзья если эта тема вам интересно продолжайте смотреть оставайтесь со мной сегодня все как обычно и свои самые первые впечатления я записала вот в этот блокнот буду зачитывать все ароматы которые сегодня я вам про которые буду рассказывать я уже нанесла их на блотеры и фотографии флаконов будут где-нибудь здесь итак первый аромат в сегодняшней подборке это легендарнейший парфюм от руберо пеге который называется виза у меня 2007 года выпуска вот здесь он у меня на блотере зачитаю первые впечатления прекрасный смолистый ароматический такой как будто бы тлеют разные благовония есть нота кожи деревяшек необычный очень красивый немного ветивера вообще мне кажется очень много всего здесь намешано вот до пирамида очень такая знаете сложно сочиненное наверное очень много всего и можно вот так вот знаете сидеть просто и разбираться и разгадывать угадывать что же там парфюмеры наколдовали очень приятный аромат очень ароматический такой здесь очень много разных ну как я здесь и написала в первых впечатлениях да такие как будто бы действительно какие-то благовония знать как будто бы какие-то палочки тлеют но не очень безумно безумно приятный то есть это одушка она такая добротная что ли и кожу я здесь слышу и деревяшки и что-то клеит и что-то благоухает в общем-то пирамида опять-таки приводит меня в полнейший восторг прекрасный аромат вот знаете когда слушаешь этот парфюм сразу понимаешь что над этим ароматом работали знаете пытались выточить его пытались создать идеальный идеальный ароматический парфюм не знаю вот прям знаете слышу руку мастера одним словом я не знаю кто парфюмер этого произведения но очень мне нравится по-моему робар пеге это нишевая парфюмерия и вы знаете да так и есть вот он и звучит совсем не люксово как-то он звучит очень выверенно все очень все правильно все гармонично не знаю но в то же самое время есть здесь что-то может это кожа что-то что-то там в глубине хочется занырнуть знаете в эту пирамиду в этот аромат хочется в нем находиться хочется его разгадывать но в то же самое время мне кажется вот он не слишком будет какой-то безумно шлейфовый мне кажется он не какой-то кричащий он довольно тихий но если можно так сказать не совсем тихий но как бы такой умеренный да ну класс не знаю не знаю что еще сказать просто скажу что чувствуется что над ароматом потрудились поработали он получился очень классный мне вот прям очень понравился так следующий аромат который у меня здесь идет на очереди это фрапин пассион бойс наверное так не знаю так что поэтому парфюму цитрусы с деревом вот да какой-то сандал немного колки в пирамиде заявлен ром и мускатный орех этот самый орех я слышу неплохой но что-то в нем смущает в базе появляется нотка алкоголя вот здесь на блотере я слышу я хочу взять ремарку эти ароматы я впервые слушаю на блотерах до этого я тестировала их на своей коже так вот на блотере я отчетливо слышу сандал вот это те деревяшки то дерево которое мне показалось на коже да сандал действительно есть мускатный орех и есть в нем какой-то алкогольная у тоже не крепкий алкоголь возможно какой-то ликер есть здесь еще какая-то приправка чем-то он приправленный ром и мускатный орех но наверно этот мускатный орех что-то меня в нем смущает не знаю вроде ничего не смущает довольно приятный парфюм довольно приятный конечно опять-таки он не вызвал у меня эффекта вау какой-то там сумасшедшей любви но но аромат хороший хороший цитрусы постепенно как-то смягчаются уходит вот все больше проступает дерево алкоголь и мускатный орех да неплохо неплохо прям понравился следующий аромат который сегодня я вам о котором я расскажу это la perla jame lanuit красивый сладкий первым делом слышу амбру потом грушу и цветы очень нравится а вот на блотере не очень какой-то обычно мне кажется на блотере когда его тестировала он мне понравился прям даже очень а вот с блотера нет обыкновенный обыкновенный компот представляете на блотере вот такое амбра сомнительно я не слышу амбру на блотере цветы слышу какие-то простые цветы в фруктовом каком-то замесе ну вот компот компотом понимаете но я уже давно протестировала эти ароматы еще летом уже месяц какие какой месяц уже два два месяца уже прошло поэтому я не ну смутно наверное помню что там было еще на моей коже да ну вот я так кратко как-то написала мне я написала очень очень нравится ну вот так с блотера его в жизни бы не оценила вот обычный компот не знаю на моей коже по-видимому раскрылся красивый амбра и раз я здесь это записала так не особо если честно так один парфюм я офлаконила я его наверно ставлю на закуску покажу что же это за парфюм следующий аромат который покажу это будет от сатин муд куркджан линейка франсиса куркджана как я поняла это его его ароматы офигенный вот что здесь у меня записано офигенный в базе шикарный ванильный уд красивый фиалка добавляется необычный аромат сладко терпкий удовая горечь и ванильная сладость классный в базе зубодробительный уд потом трансформируется в сладость метод аромат очень понравился своей необычностью знаете он настолько необычный вот здесь соревнуется зубодробительный как я написала уд и ванильная такая сладость они постоянно друг друга сменяют аромат играет переливается он очень насыщенный он захватывает он 100 с одной стороны покажется от какой-то странный и опасный с другой стороны он сразу же вас ласкает вот этой ванильной такой пушистой сладостью не знаю гениальное творение наверное но вот на блотере не то пальто не то что было на моей коже когда я нанесла этот аромат на свою кожу я поняла что это капец как он мне нравится просто я влюбилась а вот здесь на блотере довольно спокойные у меня сейчас эмоции я просто вспоминаю когда я впервые его нанесла как он мне понравился а вот здесь немного приглушенный вот все таки кожа открывает какие-то грани аромата аромат может раскрыться в полной мере только на коже человека на бумаге это совсем не то но такой на бумаге неплохой в принципе да но как бы на кожу он просто открылся он так заигра вон так заиграл это было летом я его тестировала прям в жару очень красивый вот здесь знаете и вот я почему и написала в начале я написала в базе шикарный вот потом в базе зубодробительный у туда потом трансформируется в сладость вот он как-то постоянно меняется в общем прикольный аромат прям очень мне понравился следующий парфюм который покажу это lancome perfect de rose наверное так не знаю как правильно прочитать флаконы вставлю надписи вернее не надписи а название всех ароматов напишу в инфобоксе ваниль как будто вымочена в алкоголе это я читаю первое впечатление сладкая настойка какая-то ликер на съесть роза и смолы пудровость необычный аромат богатое звучание но для меня наверное слишком сложно ну да аромат сложный но он приятный он красивый алкоголь есть данного знаете как будто бы какой-то сладкий ликер с каплей ванили и что-то еще пудровость ну да пудровость есть но пудровость сладкая такая знаете как будто бы сахарная какая-то пудра он интересный аромат интересный ну скажу честно наверное за свои кровные навряд ли бы его купила но он классный он классный вот чувствуется что это дорого-богато короче чувствуется что это какая-то бутиковая линейка что-то такое сложно сочиненное знаете но все-таки сочетание алкоголя сочетание ванили тоже есть в этом свой какой-то прикол классный вот я написала для меня наверное слишком сложный на коже наверняка раскрывается довольно сложно ну как сказать сложно надо с ароматом все-таки подружиться походить как я люблю говорить да поносить сколько раз уже у меня было такое что я влюбляясь в парфюм хочу его срочно купить потом как-то к нему охладеваю что ли и бывает наоборот что я просто пугаюсь аромата это было не единожды он мне вообще не нравится это случилось жан-поль гатье классик то есть он не сначала и вообще его не поняла в итоге сейчас я просто очень хочу заиметь этот флакончик этот силуэтик он мне очень понравился дальше лаудану нейро от тициана терренци тоже сначала это мне показался что-то вообще такое стрёмное но он не оставляет меня в покое я постоянно и мысленно возвращаясь к нему хочу все-таки его купить так же самое и здесь то есть этот аромат относится к той категории когда надо к нему еще раз вернуться надо вот с ним выйти в люди надо его понять мне нравится такое просто понимаете когда ты покупаешь целый флакон для того чтобы понять вот они очень интересно а вот отливантик поносить и понять это прям очень даже интересно в общем-то аромат мне понравился ланком перфейт дроуз но я прям подозреваю что он и стоит дорого и попробую ка я сначала с отливантиком походить так дальше кстати все вот эти отливанты которые мариночка мне прислала я буду их носить и потом когда они у меня будут заканчивается эти пробирочки я наверное сниму видео уже на такое окончательно какое-то мнение о пустых так называемых флаконов ладно покажу тогда аромат который а флаконила практически сразу же благодаря марине она выслала мне отливант легендарного аромата синема от ив сын луран он мне очень понравился и я его моментально купил вот он красавчик купила я его уже давно тоже месяца два назад очень как только я еще до италии по моему у его купила до того как я уехала в отпуск а потому что он не по я взяла с рук он мне попался про по очень такой сходной демократичной цене скажем так поэтому его сразу же и купила потому что все ароматы которые мне понравились из этой посылки от марины да я их мониторить и которые мне понравится я хочу но как бы цены там не все подходящие для меня поэтому когда я промониторила синему я увидела в общем-то цена цену который меня устроила я ее поэтому и купила это очень классный аромат давайте я зачитаю все-таки самые первые впечатления с пробирки да и потом более подробнее о нем расскажу очень классный солнечный мягкий миндальный ходила в нем в пасмурную жаркую погоду и не сказала бы что аромат шлейфовый но это не так он шлейфовый просто шлейф здесь такой знаете средний он он то появляется как хвост да то исчезает тоже довольно интересный аромат интересный шлейф у него да и стойкости хотелось бы побольше потому как аромат очень понравился такой уютный родной классный хочу его теперь на волосах слышу долго почему показался как-то сразу не особо таким стойкими шлейфом хотя аромат достаточно стойкий достаточно шлейфовый шлейф в нем очень красивый такой пудрово миндальный аромат значит у меня вызывает если честно такие противоречивые немножко ассоциации какие-то эмоции почему сейчас объясню с одной стороны аромат роскошный ну даже вот этот флакон посмотрите как он здесь такая гравировка такие буквы золотые здесь не видно вам но просто кто знает тот знает да как крышка золотая в общем-то аромат роскоши он имеет вид роскошный звучит тоже так знаете но в то же самое время он какой-то но не простой а понятный правильный хороший уютный добрый то есть на все случаи жизни да очень классный парфюм безумно и вот эти вот как бы впечатление не у меня знаете на на весах стоят и и ни туда ни сюда в общем то ничто не перри не перевешивает с одной стороны он очень уютный очень понятный приятный какой-то обычный знаете а с другой стороны он какой-то роскошный не знаю аромат очень мне понравился марина очка спасибо вам большое за этот отливантик и вот впоследствии флакон теперь мне есть чем заняться знаете я выискиваю те ароматы которые запали мне просто в сердце этот парфюм именно такой это легендарнейший аромат он очень классный он знаете мне кажется он будет выручать и вот в любую ситуацию под любую одежду под любую погоду он просто он просто классный он уютный он казати рубаха парень короче он вот свой с ним с ним всегда хорошо наверное вот тогда вот это вот правильно сказать с вот этим ароматом всегда хорошо он прекрасно все друзья вот такая подборка на сегодня спасибо что посмотрели это видео спасибо за ваше внимание к моему каналу за ваши лайки комментарии мне очень приятно пишите что вы думаете о ароматах которые я показала в этой подборке знакомы ли вы с ними в общем-то все как обычно вам желаю хорошего дня новых впечатлений всем пока